Крушение украинского Боинга в Киеве опять увидели русский след. Происшествия, авиакатастрофы 9 января 1855. Крушение украинского Боинга в Киеве опять увидели русский след. Еще не расшифрованы черные ящики, а в незалежной уже звучат обвинения в адрес Москвы. Дмитрий Родионов. Комментарии в просмотров 3185. На фото, пассажирский самолет Боинг 737 международных линий Украины разбился в Иране. Фото, зима, ТАСС. Материал комментируют Александр Дмитриевский. Владимир Корнилов Украина считает основными версиями крушения Боинг в Иране теракт, попадания ракеты и взрыв двигателя. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Изучаются различные версии внезапного падения самолета. Среди основных – поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК ТОР, так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети интернет, столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам, взрыв внутри самолета в результате террористического акта, рассказал он изданию «Цензор.нет». Президент Украины Владимир Зеленский пообещал провести тщательное расследование крушения. Украинский лидер в своем видеообращении выразил соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе и пообещал выяснить причины трагедии. «Для этого будет проведено детальное и независимое расследование в соответствии с нормами международного права», подчеркнул он. Кроме того, Зеленский попросил воздержаться от манипуляций, спекуляций и теорий заговора в связи с гибелью лайнера, заявив, что приоритет Киева выяснить причины случившегося в ходе независимого расследования. Читайте также. Крушение украинского Боинга 737, погибло много канадцев вокруг и трагедии начинаются политические пляски. Ранее стало известно, что украинский президент провел ночью рабочие совещания с участием премьер-министра Алексея Гончарука, министра обороны Андрея Загороднюка, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, министра иностранных дел Вадима Пристайка и представителей других ведомств. Боинь 737, выполнявший рейсы с Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хамени. На борту лайнера находились 176 человек. Гражданами Украины были 9 членов экипажа и двое пассажиров. Большинство же погибших были из Ирана и Канады. Жертвами трагедии также стали граждане Швеции, Великобритании, Германии и Афганистана. Западные спецслужбы считают основной причиной катастрофы техническую неисправность. Как ранее сообщило агентство Reuters, со ссылкой на источник в канадских службах безопасности, имеются свидетельства, указывающие на перегрев одного из двигателей воздушного судна. Западные разведслужбы считают, что именно это могло стать причиной трагедии. Почему тогда Киев выдвигает версии о попадании ракеты или теракте? Конспирологические теории вокруг любого падения самолета в зоне начавшегося вооруженного конфликта, а ракетный удар по американским базам в Ираке уже делает Иран такой зоной, возникают неизбежно. И будут существовать, даже если будет стопроцентно доказано, что причиной аварии стал отказ двигателя или еще какая-нибудь неполадка, отмечает обозреватель МИА «Россия» сегодня Владимир Корнилов, СП. Украинский политолог Вадим Трюхан на полном серьезе выдвигает и такую версию. Умышленное сбивание, авторская орфография РЕД, самолета российскими диверсантами ради углубления кризиса на Ближнем Востоке, который приведет к росту цен на нефть и обмену масштабными ракетными ударами между Ираном с одной стороны, и США, и Израилем с другой. Если вам не сложно, передайте Трюхану следующее. За уничтожением самолета над Ираном может стоять лично Трюхан. Обоснования абсолютно те же, которые он приводит по России. СП. Какая страна, по-вашему, должна проявить большую заинтересованность в расследовании? Можно ли сравнивать ситуацию с малазийским Боингом, где сама Малайзия и Россия были фактически отстранены от расследования? Я думаю, в установлении истины по любой авиакатастрофе заинтересованы абсолютно все страны. Но разница между ситуацией СМХ-17 и нынешней трагедией заключается в субъектности тех государств, в небе которых произошли трагедии. Украина утратила свою субъектность на Майдане, потому издала все права по расследованию катастрофы Нидерландом «Беспрецедентный случай для как бы суверенной страны». Иран государство суверенное, и передавать свои полномочия, кому бы то ни было Тегеран не намерен. Когда я только увидел кадры крушения украинского самолета под Тегераном, то мне почему-то сразу вспомнились три эпизода из биографии знаменитого советского аса штурмовой и военно-транспортной авиации Мусы Гореева, рассказывает историк, публицист, постоянный эксперт изборского клуба Александр Дмитриевский. В дни правления Хрущева ему и его экипажу приходилось неоднократно выполнять литерные рейсы по доставке советских военных грузов в самые разные страны мира. Так вот, в одной из дружественных к СССР стран Борт Гореева заправили водой вместо керосина, если точнее воду залили в бак, из которого горючая отбирается в последнюю очередь, рассчитывали, что машина вместе с грузом и экипажем бесследно исчезнет с радаров над океаном. В другой раз топливную систему его самолета намеренно засорили обрезками ткани, ставку сделали на то, что двигатели одномоментно заглохнут после взлета, борт, не успевший набрать ни скорость, ни высоту, упадет на землю, а начавшийся пожар уничтожит все следы диверсии. И только мастерство пилота в обоих случаях спасло и технику, и находившихся в ней людей, и перевозимые материальные ценности. А третий эпизод это участие Миссы Гореева в качестве эксперта в расследовании крушения советского правительственного рейса под Белградом в октябре 1964 года. Тогда при заходе борта на посадку в нескольких метрах от воинского мемориала Нагорьевала погибла целая группа советских военачальников во главе с маршалом Сергеем Бирюзовым, приглашенная на празднование 20-й годовщины освобождения югославской столицы от гитлеровцев. Согласно воспоминаниям и самого летчика, и его коллег, это расследование произвело на них крайне тяжелое впечатление. Катастрофа под Белградом случилась спустя всего неделю после отставки Хрущева, начавшего нормализацию советско-югославских отношений, практически разурванных при столине из-за отказа СССР поддерживать чрезмерные территориальные претензии правительства ТИТО к соседним странам. Охота на Путина, зачем сбили украинский самолет в небе Ирана Все версии авиакатастрофы в небе над Тегераном не имеют реальных подтверждений. Сплошная мистика. СП в Тегеране утверждают, что причиной стало возгорание двигателя. Западные спецслужбы также склоняются к этой версии. Насколько это правдоподобно? Давайте подождем результатов расшифровки бортовых самописцев и выводов уполномоченной комиссии. Даже если это и было возгорание, то надо ответить на ряд других вопросов, что вызвало пожар и почему не сработали системы защиты. Ведь известно немало случаев, когда при подобных авариях удавалось обойтись не только без человеческих жертв, но и без серьезного материального ущерба. СП. В самолете погибли граждане Канады, Британии, Германии, Швеции, Афганистана, Украины. Какая страна, по-вашему, должна проявить большую заинтересованность в расследовании? Вообще есть правило, что хозяйкой при подобных инцидентах является страна, в которой случилось такое происшествие. Поэтому в первую очередь в объективном и честном расследовании заинтересован Иран. Обвинения в несуществующих грехах ему уж точно не нужны. Авиакатастрофы, крушение украинского Боинга 737, погибло много канадцев. Новости авиации, пилот МАУ рассказал о своем чудесном спасении.